Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трикубум. Сегодня я предлагаю вам вот этот узор, который подойдет для любых изделий. Если вы захотите связать так пуловер, то я бы посоветовала довязать этим рисунком только до проймы. А уже при формировании проймы вязать только платочной вязкой. Также кокетку можно связать любым мелкофактурным узором. Это, например, может быть и вязка рис, и жемчужная вязка. Вот сейчас в правом верхнем углу видео появится ссылочка на мой плейлист «Узоры для кардиганов». Там есть несколько мелкофактурных узоров. Может быть, что-то вы подберете. Кокетка, связанная мелким узором, будет смотреться лучше, потому что вот этот узор объемный, и на плечах он будет смотреться громоздко. А если вверх связать мелким узором, в целом будет очень хорошо смотреться. Изнаночная сторона выглядит вот так. Узор в высоту вяжется на 12 рядах, а в одном ряду количество петель кратно 10, плюс 2 петли для симметрии рисунка и 2 кромочные. После того, как вы провяжете резиночку, самый первый ряд, давайте приступим, провязывается лицевыми петлями. Это вот этот участок, который отделяет один раппорт от другого. Довязываем весь ряд. Первый ряд закончен. Второй ряд с изнаночной стороны. Все петли провязываются изнаночными. Третий ряд. Здесь, после кромочной, мы провязываем 2 лицевые петли, затем 8 изнаночных. Это весь раппорт рисунка. 10 петель. Повторяем. 2 лицевые петли, 8 изнаночных. Второй раппорт провязан. И так далее до конца ряда. Повторяем эти 10 петель. 2 лицевые, 8 изнаночных. В конце у нас остались 2 петли, которые нужны для симметрии рисунка, и кромочная. Четвертый ряд. Изнаночная сторона. Здесь все петли провязываются по рисунку. Изнаночные петли провязываем изнаночными, лицевые лицевыми. Провязаны 4 ряда. Теперь начинаем пятый ряд. 2 лицевые петли, затем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Мы закончили 1 раппорт. Повторяем. 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 4 лицевые, и 2 изнаночные. Закончили второй раппорт. Итак, повторяем этот рисунок до конца ряда. В конце вот эти 2 петли, которые нужны для того, чтобы рисунок был симметричным, мы закончили пятый ряд. С изнаночной стороны все петли провязываются по рисунку. Изнаночные петли провязываем изнаночными, лицевые лицевыми, и так далее. Далее, с 7 по 10 ряд мы просто провязываем все петли по рисунку. То есть, мы сейчас с вами должны повторить рисунок пятого ряда. Это 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, и 2 изнаночные. Так как было в пятом ряду, мы будем делать в седьмом и в девятом. И в конце провязываем вот эти 2 петли и кромочную. С изнаночной стороны все петли провязываются так, как они смотрят по рисунку, лицевые лицевыми, а изнаночные изнаночными. И девятый ряд, как я уже говорила, мы провязываем рисунок пятого и седьмого рядов. То есть, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые и 2 изнаночные. Повторяем. Десятый ряд. Провязываем все петли по рисунку изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Мы провязали уже 10 рядов. Нам сейчас остается провязать вот эту часть рапорта. Одиннадцатый ряд. Мы провязываем так, как провязывали третий ряд. После кромочной 2 лицевые петли, 8 изнаночных. Вот это рапорт рисунка. Повторяем. 2 лицевые, 8 изнаночных. И так до конца ряда. Мы закончили одиннадцатый ряд. И последний ряд рапорта в высоту. 12 ряд. Все петли провязываются так, как они смотрят. Лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные, изнаночными. Вот и готов весь наш рапорт. А всего, как вы видите в моем образце, провязано 3 рапорта. Рисунок очень простой, и при этом очень красивый. На этом я свое видео заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить каждое новое видео. До встречи на канале Трико Бум. Всего вам доброго. До свидания.